Здарова, друзья! Сегодняшний гайд у нас на Трента. А много ли из вас людей задумывалось, как вырастить Трента в домашних условиях? Я немного протестил и, соответственно, выявил. Это самая классная анимация появления персонажа. Ребят, у нас гайд. Поехали, пробежимся по способностям. И посмотрим, насколько серьезен этот персонаж и что он может делать. И какой роли он, соответственно, относится. Поехали! Первый спелл на нашем персонаже, ребят, это Инвиз. Но Инвиз со своими нюансами. Знаете, можно кидать этот Инвиз на союзников, можно кидать на себя. В принципе, просто применение. Обычный таргетный спелл, который позволяет скрыть какого-то юнита в Инвизе. Но, ребят, есть свои особенности. Этот Инвиз работает только тогда, когда наш союзник или мы сами находимся рядом с деревьями. Если же мы от деревьев отходим, то, к сожалению, Инвиз пропадает. Также эта тема у нас дает дополнительный Moment Speed, равный 10%. Но есть еще приколюха. Если этот Инвиз именно накинут на нашего Руфа, то мы можем спокойно юзать все кнопочки, допустим, вот так вот, не выходя с Инвиза. То есть, соответственно, с Инвиза мы не выйдем. Но если же наши союзники будут пытаться это делать, то, к сожалению, союзники будут выходить у нас с Инвиза. В принципе, простенький спелл. Длительность у нас разная. Смотрите, длительность на первом левеле 15 секунд, на втором левеле 30, на третьем левеле 45, на четвертом 60 секунд длительность. Ну и, соответственно, калдауна 10, 8, 6 и 4. По Монокосту тоже все просто, 90 маны, в принципе, я считаю, что это не так уж и много. И мана уменьшается на 10 единиц с каждой прокачкой, потому что на ласт левеле у нас 60. С 90 до 60, то есть 90. Это будет первый, 80, второй, 70, третий и, соответственно, 60 маны на четвертом уровне прокачки. Очень простенький спелл. Главное запомнить, ребят, своеобразная механика, когда мы находимся рядом с деревьями, тогда, именно тогда, этот Инвиз будет работать. Можно пытаться делать как-то такие перебежки между деревьями, вот как-то вот так вот, допустим. Но, видите, тоже не хватило дистанции много, от дерева до дерева. В принципе, как-то так, ребят, как-то так. Простенький спелл, но есть свои нюансы. Поехали дальше смотреть. Второй спелл на данном персонаже позволяет замедлить, захилиться и продамажить. Очень прикольный универсальный спелл, который помогает нам в драках, в принципе, жестко мутить и, в принципе, подхилить тиммейтов или крипов. В общем, разницы нет, как его использовать. Но, применение у него довольно-таки просто. Смотрите, допустим, мы идем на нижнюю линию и в энеми врага закидываем такую вот эту способность и идут вот эти какие-то пульсы. Вот эти пульсы будут хилить союзных всех, кто рядом находится и, соответственно, дамажить. Того, на ком висит этот пульс. Руф закидывает шишку в энеми и шишка начинает прорастать. Типа, смысл такой. Вот, и смотрите, что у нас будет происходить по левелам. Во-первых, на первом левеле будет наноситься демедж плюс хилл 15. На втором демедж плюс хилл 30. На третьем демедж плюс хилл 45. И на четвертом 60 пюрпульс. Таких пульсов у нас 6. Длительность вот этих пульсов 4,5 секунды. И замедление на персонажа, на котором накинута эта шишка, будет 28%. По колдаунам тоже все просто. 16, 14, 12 и 10 секунд на ласт левеле. И монокосты 100, 110, 120, 130. С каждым уровнем прокачки монокост будет увеличиться. Очень прикольный спелл. Мне на самом деле он реально нравится, ребят. Этим спеллом можно как захилить, так и в принципе продамажить и запушить когда надо. То есть кидаешь на крипов, крипы хилятся. То есть, ну, прикольный спелл, ребят. Всем рекомендую его прокачивать. В общем, это все по этому спеллу. Погнали на третий спелл. Третий спелл на нашем персонаже, это такая тема, которая позволяет захилить наших союзников и помочь им выживать. Выживает, ребят, этот спелл. Это таргетная способность, которая позволяет накидывать вот такие вот корешки на персонажей. И, соответственно, эти персонажи становятся чуть-чуть сильнее. Какие же плюшки нам дают эти корешки? Давайте я вам зачитаю. Смотрите, на первом левеле добавляет 20 демеджа блокировки. 4 такие блокировки, то есть 4 урона по 20 можно заблокировать. И, соответственно, будет давать 4 хиперегена. На втором левеле 40 демеджа блока, 5 таких блокировок, 7 хиперегена добавляет. На третьем левеле 60 демеджа блокирует, 6 таких блокировок можно сделать, 6 вот так вот, 6. И 7 хп добавляет, а не, 10 хп добавляет, не туда посмотрел. И на четвертом левеле у нас, соответственно, 80 демедж блока, 7 таких блокировок и 13 хпереген. В принципе, все просто, да, то есть этот спелл, он боится именно, если вы заходите в крипов и на вас этот спелл, то его очень быстро собьют. Вам просто нанесут 7 быстро крипов удары, и вы не захилитесь, и в принципе, ну, заблокируете весь демедж крипов. Но, к сожалению, этот спелл, как правило, еще и на реген кидает, то есть 13 хп регена, это реально очень много, ребят. Вот, и по калдауну у нас все серьезно тут. Смотрите, на первом левеле у нас 32 секунды калдауна. Серьезно, это очень, очень много. И на втором 26, на третьем 20 и 14 на вас левеле. В принципе, по калдаунам у нас все просто, по длительности, в принципе, он идет так же, то есть можно кидать постоянно. Вот, 14 секунд, 14 секунд у нас идет, вот эта тема, калдаун именно идет, и написано длительность сама 15, то есть на одну секунду чуть идет дольше. То есть у нас уже откадешилось, и мы можем снова кинуть. Давайте немного посмотрим в действие эту всю тему, закидываем корни на персонажа нашего и побьет его. Посмотрите, вообще ничего, дэмэдж не наносится, полностью блокируется весь урон. Соответственно, все, оп, и дэмэдж пошел. То есть, очень сильное смягчение, посмотрите просто, просто посмотрите. И, соответственно, дэмэдж с магией тоже так же, ребят, у нас будет уменьшать. Смотрите, сколько сейчас нанесем дэмэджа, но нанесли с аганимом. Осталось небольшое количество хитпоинтов. И, кстати, сейчас посмотрим вот эту тему. И ультуем так. Разница, я думаю, ощутима. То есть, это значит, что так же снижает у нас магические вот эти вот все атаки. И, в принципе, физически. Немаловажный момент, что можно делать вот так вот. Накинуть на тавер. И тавер, соответственно, тоже так же будет хилиться. Но есть такая особенность еще. Что, видели, крипы почти-почти сбили эту тему. Но есть, смотрите, вот такая тема. Допустим, когда заюзан глиф и мы нажимаем корешки, то то, что крипы наносят дэмэдж под вот этим ливинг армором, он типа якобы не считается. И, соответственно, такое получается дабл протект. Допустим, мы накидываем вот так вот корни и юзаем глиф. То тавер чуть-чуть подольше поддержит вот эти вот 7-7 бонусных вот этих арморов, чтобы немного сильнее захилиться во время глифа. Именно, ребята, это такая микрофишка. Многие о ней, в принципе, я думаю, знали или знают. Но суть в том, что вот так вот, ну, намного лучше вот так вот будет засейвить тавер. То есть, более эффективно, чем просто сначала дать ливинг армор, а потом дать глиф. Потому что ливинг армор, как правило, с большим количеством крипов сразу собьют. И, в принципе, можно вот так сидеть за картой. Карта будет у нас постоянно вот так вот поддерживать. Поддерживаться руфом и, в принципе, все. Глобальный, глобальный спелл такой можно кидать на крипов, на героев. В принципе, я это все сказал уже на союзников и реально прикольно. То есть, допустим, вот закидываю, пошел леген, но ему быстро собьют, оп, уже сбили. То есть, понимаете, идет очень много дэмэджа. 7, 7 атак наносит и все, избилось. В принципе, этот спелл прост. Ну и все, ребят, погнали смотреть ультимативную. Ультимайт на руфе это рут. Это не стан, ребят. Это рут. Массовый такой спелл, который позволяет задизейблить вот так вот игроков. Ну и в это время, когда вы в этом дизейбле, вы можете нажимать айтемы, слоты. Но не все, но не все. А также можете нажимать способности. Способности, некоторые определенные способности. Я не буду перечислять, потому что тут эта тема может долго, 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 долго затянуться. Потому что, в принципе, основные азы нужно знать, что можно в этом спелле нажимать кнопки. То есть, допустим, смотрите, Лина в руте, но она может кинуть стан. Но она не может атаковать, ребят. То есть, рут это типа не стан, это типа, ну, блин, как сказать, не оглушение. Некоторые вот ребята в комментариях напишут, у нас на таков очень много в комментариях. Я, к сожалению, не могу сейчас слово подобрать. Рут, короче, это не стан, это чисто такой дизейбл, который позволяет нажимать способности. Но нельзя в этом руте бить. Какова длительность этого рута? Смотрите, на первом левле 3 секунды, 3.75 на втором и на третьем 4.5 секунды. Как вы видели, манта я снял этот рут. А юлом, по-моему, этот рут нельзя снять. Но я сейчас протещу вот тут, вот вы увидите, где, вот там вот вы увидите. И, соответственно, по этому спалу все. Можно купить аганим. Ребят, видосик по аганимам я, как обычно, оставлю ссылкой в описании. Я не буду здесь сейчас рассказывать, что дает аганим и как он. Ребят, просто заходите и смотрите. Вот такой вот ультимативный уруфа. Ну, в принципе, кд 70 секунд, я считаю, в принципе, нормальный калдаун. Для такого спала можно, типа, залетать с даггера и 4.5 секунды зарутить. В принципе, все. В принципе, все. По данному ультимейту все просто. Ребят, погнали смотреть геймплей. В принципе, персонаж очень прост. Имеет очень много дэмэджа с руки. Просто на первых левелах это просто нечто. И все. Все. Погнали смотреть. Итак, друзья. Начинаем игру. Не знаю. Хочу пойти через страту... Через страту за медла. И, скорее всего, делать какие-то мувы по типу фаст-фаст-фаст таких нанесений дэмэджа. Взяли орбу, чтобы специально замедлить и хорошо продамажить. Но мне нужен какой-то ватный персонаж ВС, чтобы убивать союзников. Ребят, очень много вы просили. Типа, с кем же ж... Вот эта тема. Типа, союзники, да? Союзники. Кто друзья, кто враги. Как раньше в гайдах делали, да? Типа, враги. Там, друзья. Вот, ну, тролль будет врагом. Это понимаете, да? Огр тоже. Понимаете, враги... Враги есть враги. Руф очень... Очень такой персонаж, который... Боже, я даже куру не взял, но в принципе, я думаю, возьмут. В принципе, если что, возьму все равно открою. Руф такой персонаж, который... Он очень, в принципе, неподвижный. У него очень высокая вот эта вот тема с поворотом. У него очень высокая... Высокая вот эта поворачиваемость. И, в принципе... И, в принципе, Руф боится именно всяких таких ядов, веномансеров, там, всякой прочей хрени. ЦМки, дизейбл, вот этих всех станов. Но, в принципе, как и все нормальные, как бы, персонажи, Руф абсолютно такой же, как и все. То есть, армора нету, соответственно, очень больно будет залетать от каких-то дамагеров. И, соответственно, дизейбл тоже никто не отменял. И будет, конечно же, неприятно. Огр также тоже будет напрягать. Станы, вот эти постоянные. И, то есть, вот эта тема такая. Так, ну, подрались, забрали руну для алхимика. Ой-ой-ой. Я не могу, у меня коробит, ребят, после вчерашнего стрима. Это ужас какой-то. Он забирает изи руну, но он не качает монетку. Так, ребят, качаем на первом левеле шишечку. И, я так думаю, если спектра там будет стоять АФК, то я тут буду фармить. Я тут буду стоять фармить. Ну, пусть постоит АФК. Так, крипов переагрить надо. И добить, ну все. Гоу, курьера. О, боже, когда эти бинды починят, ребят. Когда же бинды починят. Нажимаешь, чтобы курьер открылся, но курьер открываться не будет. Я хочу сделать сапог, на самом деле, на этой линии и уйти. Давайте немного пораздамажим. Пол хп сразу баш. Баш, который раз в миллион лет вылетает. Че, два АФК, найс катка. Найс катка. Очень много дэмэдж на данном персонаже. Просто нереальное количество. Через орбу еще плюс замедление и такой дэмэдж. На. Добиваем. Добиваем. Так, хотят зафайтиться. Гоу, мы зафайтимся тоже. Спектра. Гоу. Тут же изи фраг. АФКшет, пацан. Да боже, почему так баши часто вылетают. Добивай. Боже, ну, ребят, вот по союзникам. Вот, ну, просто изи можно же убивать. Но спектра дурачок, и это видно. Я не хочу даже ему фарм оставлять, ребят, серьезно. Не умеет он играть. Вот чел не умеет играть. Хотя я сделал в РЛ 70%. Серьезно. То есть, без шуток. 70, вот тут 70% игроки. По винрейту. Ну, там есть кто-то по 66, типа, но все равно. То есть, ну, мозгом даже не блещут челики. Ребят, очень отвратительно, честно. Играю так ест, он что-то танчит, я не понимаю. Ну, я даже не вижу смысла ему кидать, кидать Ливинг Армор, потому что, во-первых, он, этот Ливинг Армор ничем ему не поможет, потому что там очень много демиджей, он первого левела. То есть, это просто будет просадка, просадка данного спела. Ребят, вот в союзники, кому в персонажи, в Али, Ед, так сказать, на линии, чтобы выигрывать, кто нужен, то же самое замедление. Ну, вот можно со спектрой, такую линию можно со спектрой выиграть. Но, видите, спектрой не умеет играть, поэтому эту линию мы проигрываем. Два лохоповых спокойно уходят. То есть, и не знаю, почему Огр меня задалбывает. Неужели я настолько, настолько опасен? Настолько опасен? Я не знаю. Ну, я хочу сапог. Я хочу сапог, мне плевать. То есть, ребят, я, если честно, в шоке с того, как играет спектра. Аж, я не знаю, вот прям вот аж плохо становится. Сердца хватает. Гоу, подеремся, МБ. Гоу, гоу, гоу. Боже, она просто уходит, ребят. Просто в наглую можем играть. Пожалуйста, дерись, а не АФК. Все, вот теперь я не могу драться, потому что у меня нет хитпоинта, ребят. Ну, вот как-то это работает, вот так вот. Просто хилим, байчу. Ну, я просто байчу, хилим. Неужели заберем таки, наконец-таки? Спустя мульон лет, ребят. Спустя мульон лет получилось у нас забрать таки, пока не гавкнешь на тиммейта, чтобы он что-то понял, как нужно играть. И типа такой, ребят, на самом деле. Некомфортно стоит, ребят. Очень некомфортно. Я понимаю, что вам некомфортно будет это смотреть. Так, ну алхимик берет у нас еще одну руну. Ну, я надеюсь, алхимик научится по рунам, что нужно делать. Кидаем себе ливинг армор, потому что мне нужно хилиться. Спектрия не нужно хилиться. Возьмем стик-стик. Я не знаю, можно взять стик. На эту линию. ЦВ. Вардик один. И поехала, и поехала. Спектрия next-ом закинем. Ливинга. Пусть немного порегенится. Да и в принципе можно продолжать убивать их тут. Вообще, ну вот тролль единственное, он может что сделать, это кинуть промах. И все. В принципе, более ничем тролль не сможет тут досаждать. Огр дает станчик, игнайт. Это да, это неприятно. Но а что поделать? А что поделать, ребят? Линия сильно подзапушена. Мы не можем сильно тут пофайтиться. Так, начинается файт. Но мне тут надо... Уже тут ничего мне не надо. Мне на самом деле надо только в таверну. Ребят, ну и линия проиграна. Тупость за пассивные спектры, которые... А, вот понимаете, смысл макро игры, ребят. Некоторые ребята просят у меня... Объяснить, что такое макро и микро, пожалуйста. Вот макро понимание игры, это вот сейчас у спектры. Она качает третий спелл. Он нахрен не нужен сейчас. Он реально нахрен не нужен. Серьезно, ребят. Мы на линии, где мы можем доминировать. Она начинает качать третий спелл. Вот это и макро игра. Ребят, макро игра, понимаете? То есть, в макро понимании парень проигрывает. Он не понимает, зачем качать дисперсию. Дисперсия тут не нужна. Второй. Первый, второй замаксили и побежали. Просто все просто очень. Должно быть все очень просто. Ну, надо захилить. Нашего тиммейта, дурачка. Хоть он и дурачок. Но я думаю, мы все равно с таким дурачком выиграем. Если не выиграем, то я затащу. На руфе-то не затащите. Это нужно быть дурачком. Потому что руф очень сильный персонаж. И надо бы... Я не знаю, но маны нету у нее на этот... На даггер. На даггер нету манова у нее. Это плохо. Ну, крипов прогуливаем. Хочется, хочется вот, ну, подобивать у нее. Ну, потому что, ну, я не чувствую, что он... Что-то будет этот чел делать в игре. Гоу! Спектра, ну, пожалуйста. Можем, можем, можем дальше, можем. Хорошо. Качаем ливинг. Боже, как ты застрял? Руби деревья. Ну, придется подхиливать. Пытаться вот этого чувака засейвить. А могли убить, могли убить. Ну, вот просто сейчас тоже... Вот сейчас макро игрой спектра не вытащила. Что могли убить? А, да, она чисто это. Там, ну, деревья, не деревья. Стики у нее были сейчас, по-моему, или нет? Я, честно, прогулялся, ребят. Не суть. Короче, смысл в чем? Нужен хороший тиммейт, который понимать будет на линии. И этот герой будет очень сильный, ребят. Очень сильный. Просто запомните мои слова. Потому что этот герой на линии очень сильный. Плюс какое-то замедление. Вы видите, как... Ну, у спектры там... Спектрал Даггер не сильно замедляет. Но... Ой-ой-ой, какая ару в очко. Но у меня много кнопок есть, на самом деле. И нужно найти не по дефолту. Все, сбился у нас Ливинг Армор. Но ничего страшного. И, в принципе, любое замедление на линии. Или тот же Кор какой-нибудь, Джиггернаут, также зайдет на линию. Ведь Руф это, в принципе, саппорт. Но саппорт с потенциалом, который может душить также. Ребят, хочу купить Аркану. Хочу купить Аркану. Гоу, Армора кинем в себя. Один крип, один крип. Аркану. Хорошо. Все, гоу. Let's go за Аркану. Купим Аркану, ребят, чтобы было попроще. Там теники всякие. И желательно следить за картой на данном персонаже. Выкладываем айтем, понижаем монопул. Закидываем все хил и поехало далее. И, в принципе, все, ребят. Хороший тиммейт на линии, залог успеха будет. Просто понимание макроигры. Так, закидывается на меня Игнайт. Начинается вот это дичайшее запиливание. Но мне абсолютно плевать на него. Погнали на руну. И у нас Армора нету в КД. В КД Ливинг Армор. В КД. Жаль, ТПшки не ношу, ребят. ТПшка нужно носить в игре. Спектра у нас. Ну, Спектра без второго спелла это смешно, все честно. Спектра без второго спелла это смешно. Вон, куда даггер полетел, непонятно, честно. Ладно. Ну, не мне ее судить. Ну, парень, мягко говоря, не доигрывает. Мягко говоря, не доигрывает. Основной смысл ульты Спектры это дэмэдж со второго и дэмэдж с руки. То есть, это очень жестко. Немного не подсейвил я пацана на... Ну, вижен есть, можно поесть, как говорится. Он меня никогда не убьет. Когда вижен есть, он не попадет на руку. Закидываем, захиливаем. Ну, догрызается. Ну, просто я не знаю. Мне что, рут придется тут юзать? Боже. Просто посмотрите, три героя бегут за руфом. Пытаются что-то сделать. Просто грызут. Грызут, грызут и еще раз грызут. Тинни у нас тут с маной. Очень много ман у Тинника. Но у нас ушел чел. Чел на алхимике ушел в лес. Стакать себе. Я не могу, мне тоже нужно что-то делать. Можно, в принципе, выйти на алхимика. Тупо в... Тупо в игру на алхимике играть. Но я не знаю. Мне, честно, не особо хочется. Похиль, братан. Куда пошел? Взял я вард. Хочу варды поставить, чтобы алхимик руна контролил. А Тинник тоже, в принципе, руфа легко рубит. В принципе, берется. Просто дается прокаст на хитпоинтов. У нас не так много. Все, я ушел, братан. Давай фарм. Я тебе пойду постакаю. Как раз стакну. Разочек. И будем следить за картой. Возможно, что-нибудь да и получится. Вообще не да и получится. Печалька. Нужно топорик, ребят, чтобы стакать. Гал топорик возьмем. С топориком можно будет хорошо постакать. Я постакаю ему эти два кемпа. Сейчас вырублю просто тут лес. Такое, это будет считаться каким-то каннибализмом, если дерево вырубает деревья. Серьезно, ребят. Так, 11 минуты это хорошо. 11 минуты это хорошо тем, что... Так, ну, постакать он мне тут не даст. Вот этих я Гоу приведу. Ему подоцит. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Вырубаем тут деревья. Все будет окей. Тупо Гоу вот сюда. Стакнем тут. Постараемся. Ну, у Руфа, если честно, с Молл Мэн Спидом все хорошо. Это позволяет, в принципе, передвигаться более чем хорошо. Тоже тут стакнем сейчас. Если получится. Берем, выводим этих. Сюда. Сюда. Как-то вот так. Вот и, по идее, должен успевать стакнуть. Да, все хорошо, стакнул. Монетка. Ребят, все хорошо. Вот тут 2х. Попробуем сыграть все же на алхимика. Иди, иди зафарми. Серьезно. Просто, просто пусть, пусть пойдет зафармит сразу. О, Ливинг Армор, ребят, в макс. Я считаю, что Ливинг Армор нужно максить. Потому что это очень хороший спел, позволяющий подсейвливать персонажей. И пока у нас Химик пошел фармить эти 2х. Я могу, в принципе, попробовать еще стакнуть ему тут 2х. Но я не уверен, что я сейчас успею уже. Хотя 47, 48, 49. Гол, значит, с вот этих начнем. Раз. Тяжело. На Руфе, конечно, стопу. О, найс. Отличные крипы. Они ночью не спят. Боюсь, что тут получится кэмп. Да, хорошо, тоже. 2х. Отлично. Еще варды поставим. Ну, выйдем, короче, в сапу, ребят. Фулл сапа, так сказать. И, я думаю, будет неплохо все равно. Химик фармит, это главное. Алхимик, главное, фармит. Я тоже подфармливаю. Хорошо. Ну, Спектра как будто слышит меня и на раз хотя бы прокачала. Это классно. Это классно. Ну, вы это слышите, да? Бесит, честно говоря. Так, Пугнат там умирает. Я пока тут отвлекаюсь на... На тиммейта в будке, который сидит. Печалька. Печалька. Тиммейт, который в будке сидит. Так, проблочить. Все, хорошо. Подводим сюда. Помогаем алхимику выформить. Просто и... Все, nice. Вот так вот делаем, чтобы алхимику было более комфортабельнее. Получится ли у нас тут под сейв года? Гоу, ТП еще сделаем. Хорошо. Видели, да? Очень сильно, в принципе, помог. Но Пугнат, Астрал кидает. Помог. Помог довольно-таки неплохо. Но все равно у нас ЕС умер. Но вы видели, он успел дать какие-то кнопки. Эхо слэм. И, в принципе, это все увенчалось успехом. Его закинем ливинг на мидлейн. И пойдем провардим, ребят. Ну, выйдет такая игра, походу, саппорта. Потому что тут, если не саппортить, это будет руин. Но, в принципе, Руф это саппорт. Правильная игра для Руфа это саппортинг, ребят. Алхимику просто давать space. Алхимика там что-то есть. Да, таггер есть. Травела, походу, да? Травела. Даггер покупает алхимик. 15 минута. Очень даже неплохо. На стаках поднимает. На ставках поднимает, так сказать. И я считаю, что это нормальная тема. Но тавр, ребят. Хочу тавр отхилить. Тавр отхилить. И, о, в принципе, иллюзии, иллюзии. Это очень тоже хорошо. Иллюзии мы подберем. Подберем сейчас чуть-чуть позже. Наверное. Хотя, go. Go. И ставим одну иллюзию здесь. Погнали на руну. Тавр выхиливаем просто. И поехала. Так, хорошо. Здесь оставляем. Тиммейт в будке сидит. Воид. Хорошо. Хорошо. Хилинг спритом. Но мне некогда. Сорян. Эх. О, отводитесь. Эншентом. Попробуем отвезти. Но не отвел, по-моему. Монетка на низу. По-моему, не отвел. Да, не отвел. Завтыкал его основным персонажем. Алхимод что-то очень сильно нагляет там. Но, Ливинг Армор висит. Хеппериген добавляется. В принципе, жить можно в такой ситуации. Но нет у меня Ливинген для Тинника. Для Тинника. То есть, для подсейва от Тинника. То есть, там деревья уже все заросли. Но пока формируем. Ребят, хочу даггер сделать. Потому что с даггером будет поприкольней. Даггер на данном персонаже просто реально необходим. И в серьезных играх этот даггер будет очень сильно помогать. Ребят, ну ломаем деревья. Тут какой-то каннибализм. Серьезно. Алхимик у нас там фуловый. Молодец. Фуловый. Молодец. Так, на низу какие-то файты. Гоу драться. Гоу драться есть ультимативная. Можно подраться. Ребят. Тавер продолжаем хилить на мидлейне. И все. И все. Продолжаем. Алхимик там побежал. Я бы на его месте просто бы фармил. Ну нету, нету, нету. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Боже, сразу 2х. Сразу 2х. Ну, я без инвиза играю. Я тупо шишка второй, третий и все. Но чуть-чуть не хватило, чтобы подсейвить его. Ну серьезно. Ну просто, чтобы потом не говорили, что там никакого подсейвения. И опять 2х. Просто посмотрите, как он 2х раздает. Жесть просто. Есть ливинг армор. Я накинул там. Я накинул там. Хорошо. 1400 на кармане. Тролль там есть. Но я думаю, тут все равно выиграем трой с лотаром, кстати. Это плохо. Ребят, но считаю, что орба мне уже не нужна абсолютно. Возьмем лучше тпшку. Стоят пацаны чилетов и кашет. Гоу на мидлейн. За нем глиф. Поддейфим, так сказать. Хорошо. Хорошо. Ой-ой-ой, плохо. Я умру тут. Молодец на тени. И прям четко под тавором подкили. Но печалька, печалька. Тяжелая учить саппорта. Будет скучно, неинтересно смотреть. Ну прямая ара, очень изи. Залетает. Пчела. Конечно, такое. 0-0-1 у алхимика. Как-то так вообще неинтересно, на самом деле. На 18-й минуте имея роденц. Не очень интересно, когда. У кого там 4000 у алхимика? Понимаю. Так. В общем, начинается у нас тут какой-то файт. Выходит тролль с инвиза. Дается хороший эхо слэм вместе с зомбиками. Сметают просто тролли. Появляется у нас Руф. Должен подкидывать какие-то подсейвы. Но нет у Руфа тпшки. Но я кинул в спектре Ливен Кармор. Соответственно, спектра у нас будет жить. Стоит просто Томба. Раздается какой-то дэмэдж. Я стою на базе. Тем временем просто чилю АФК. И спектра у нас находит по отму. И это, в принципе, хорошо. Кидаем Ливен Кармор сюда. Хорошо. Вот так вот делаем. Хорошо. Хорошо. Так вот. Отлично. Ну, в принципе, пойдет, ребят. Пойдет по файтам. По файтам нормальным. Вот так вот. По файтам нормальным. 4800 ул химика. Но я не буду просить аганим, если чел. Сделает от души. Сразу фастовый аганим будет по приколу. Все. Сразу выходим в инвиз. Пугну, пугну, пугну. Ливен Кармор. А пугне дает, чтобы пугна немного, чуть больше. Немного, чуть больше прожил. И, соответственно, Тинника у нас убивает. Отлично. Так сказать, поддерживаю. Просто карту морально. Воздушные поцелуи. Там все дела. Закидываем. Армор на Тэшку. Тавер хилится. Пора завардить. И, возможно, сейчас я куплю наконец-таки себе даггер. Даггер. Все, есть даггер. Го. А че не покупается? Все, купился. Ой-ой-ой-ой. Начинается какой-то непонятный файт. Но тут ЕСа нужно подсейвить. ЕСа подсейвить. Ну и я тут даже рут буду даю за. Вард упал. Все. Хорошо. Го. Даггер есть. Можно поесть. Иду, 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 иду. Братан, вот так вот даю тебе. Там еще и тролль. Нету ливинга. Нету ливинга. Хорошо. Давай-давай-давай, работаем. Работаем. Но нету дастов. Ну, вижу, видим, 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 видим. Шишки летят. Шишки летят. Вон он. Нау огорячал. Но я его заберу. Я его заберу, в принципе. Умирает у нас улхимик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же это плохо. Что-то... А, там, ну, даггер, в принципе, да. Да, это и так понятно. Пайтится у нас до конца. Парень. Он тут умрет от моих рук. ЕС, давай, работаем, ЕС. Работаем с ЕСом. И тавер надо забирать тут. Хорошо. Докапываемся до пацана. Пока у него даггер сбивается, это хорошо. Даю тычку. Эх, ну как же так. Дается фиссура и, в принципе, все изи фраг. Ребят, ну нормально. В принципе, раскатали. И пойдет. В принципе, пойдет. Узаем аркану и поехали дальше. Подхилим крипов, чтобы они шли на пуш. Уверенно. И, соответственно, что-то у нас получилось. Вард у нас на низу уже падает. Это хорошо. Акторин алхимик просто собрал. Ну, не знаю. Я считаю, что мне бы очень хорошо. Ребят, ну нам нужен детекшн. Между прочим. Между прочим, нам нужен детекшн. Бери. Дал ливинга. Пашет. Ну, придется рут давать. Хорошо. Готомбу, 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 готомбу. Сразу томбу сливаем. Ой-ой-ой. Вьеса большие проблемы. У меня большие проблемы. Ну, попытаюсь уйти тут в инвиз. Нет, ну инвиз, как обычно, не работает. Когда рядом нету крипов. Соответственно, я не знаю, что в такой ситуации делать. Я не знаю, что в такой ситуации делать. Ну, я понял. Понял. Ладно. Очевидные вещи, говорит алхимик. Я и так шел томб убить сразу. Но там вьеса, вьеса, там вгрызся тролли, соответственно. Тролль там. ГГ. Тролль ГГ. Ладно. Ладно. Играем далее. Спектра, кстати, могла то, что прилететь, но нафидить. Эх. Тяжелая участь саппорта. Смотреть, как идут файты, микромоменты. Эти ошибки все. Все это присутствует. И я не знаю. Хочется. Хочется. Так вот сделать. Мне бы на самом деле Аганим. Аганим было бы топовая тема. Боже, что ж ты меня так задрачиваешь на своем огре. Ребят, но не хочу и Глимер делать. Хотя тут это первый этем, это Глимер. Я, у меня сейчас дилемма. Или выходить в Аганим? Купит ли мне Алхимик Аганим или нет? Я не понимаю. Либо же... Либо же... Хотя Аганим, если бы он собрал вместо Актарина мне, мне было бы намного комфортнее. Был бы дэмэдж с моего ультимейта. И, соответственно, Вижен. Атак я не знаю, ребята. Дилемма. Очень серьезная дилемма. Гоу, наверное, все же. Купим Глимер, потому что я не знаю, я не могу выбить. Я не могу. Все же придется пожертвовать кнопками. И Тавр я не хочу на Миди отдавать. На топе Тавр потерял, не хочу на Миди Тавр потерять. Хорошо. 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 Room of the Mage. Так, ну, на ботами у нас начинается какой-то пуш. Я, наверное, постою все же на центральной линии. Под захили тут немножко Тавр и подфармлю. Надеюсь, все получится. И хочу, хочу, хочу вард поставить, ребята. Ну, не знаю, страшно. Все, ладно, гоу. Осмелился немножко. Ставим вард, отходим. Все, видно. Сейчас день, в принципе. Условия вардинга еще такие, что ночью варды профитнее, нежели днем. Ну, так и живем. Так и живем. Так, Патма у нас идет на центральную. Отходим, сколько тут еще варды будут жить. Хорошо, варды еще живые. Это хорошо. Ребят, главное поддерживать. У нас сейчас такая стадия фарма. Меньше файтингов на чужой стороне. Соответственно, что он сделал армлет, что ли? Слушайте, ну наркоманы, алхимики. Просишь, дайте. Просишь, дайте этот. Хорошо. Плохо. Плохо. Хорошо. Забирайте. Постоим тут. Вот это он, пацану, гг. Это точно. Томбу, томбу, томбу. Вовсе не медведя. Хорошо, я могу прыгнуть, дать хорошего рута. Там все на эскейпах, да? Так вот, что ты такой здоровенный? Неужели на тебя так действуют эти самые? Все, отличный врыв. Посмотрите на него, как он здоров. Серьезно. Оград, Оград тут, скорее всего. Подхилю пацана, есть у меня еще какие-то подсейф. Вот так вот сделаем. Шишку пацану. Вард нагло придется ставить, тут по-другому никак. И в принципе можно забирать тут клипов и рошана. Хорошо, файт перевернули. Я считаю, очень неплохо. Даже по-тимфайтелись. Даже что-то получилось. Да, армлет алхимик сделал. Почему он тогда не с армлетом начинал? Да не, рошу. Рошем бы. Я в такой барошановый пошел, на самом деле, сейчас. Крип бежит. Захилим крипа. Пробежал. Отходим. А ну, оставь. Давай либо тавр, либо я не знаю. У меня нету детекшена просто. Б. Рошу. Го. Ну, нельзя, ребят, нельзя. Тут сейчас затянется, это. О боже. Ну все, я понял. Хорошо. Я ухожу просто. Ну, это оверглупо здесь было оставаться. Да, при чем тут роша? Да не при том, что мы сейчас рошана отдали просто. Я, конечно, попробую сейчас сделать все возможное. Со стилом Айгаса. Но ультимативной у меня нету. Да, идет у нас оберсена. Перебафаемся. Все, будем ждать. Будем ждать. Стоим, чилим, курим. Закидываем сюда. Очень много демэджа тут от него будет. Не вижу смысла. Путаться его убивать. Кроварды. Тит-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Алхимик. А, ЕС там пришел. Я не знаю, но это минус Т. По-любому. Тавры не заберут. Тавры не тут заберут. Я тут не подсейвлю его. У меня маны нету, я на базу так и не ходил. Я подзацепил, в принципе, вот этого пацана. Можно попробовать его убить. А в ардитарии узнали. В ардитарии узнали. Нету детекшна. Руна. Окей. Гоу. Нет, бэк надо. Тут тинни еще как прыгнет. А мы ни хрена не видим тут. Он по Томбо хочет прыгать что ли? Томбо, Томбо, гоу. Ребята, может Томбо все же. Но я Томбо тут засолировал. Гоу, ехала. Дальше зомбаря тут тоже убиваем. В принципе, тут даже ничего делать. Хорошо. Ой, отличная фиссура от ЕС. ЕС просто молодец. Тащит катки на изи. Как говорится, но все равно каким-то образом убиваем. Не знаю. Не знаю. Нету меня детекшн. Уже не хватает просто. Ну и мы не зайдем здесь на ХГ. Не зайдем. Не зайдем на ХГ. Не зайдем. Регенится будет. Я ухожу отсюда. Не вижу смысла тут файтиться. У меня ни маны ни хрена нету, ребята. Смысл. Смысл, смысла я не вижу. Просто фид. Это будет сейчас фид. Тем более, там нажимается один байбэк. Попытайся, конечно. Но тут даже нет смысла. Пофидят. Фидят. 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 Тупые. Тупые. Там бэкдор система работает. Чего-то они бьют. Стоят просто АФК. Я не понимаю зачем, ребята. Объясните мне, тупому дурочку, который пишет гайды для вас, зачем они там стояли. Рошана сложен забрать. Вот поэтому я не люблю саппортить на таких персонажах, как Руф. И вообще, в принципе, я не люблю саппортить, потому что вы сами видите, что делают коры. Коры что делают? Мочат коры, да. Пошли они там забирают Рошана. Ну вот просто все. Это слито игра. Просто к маме не ходи, к маме не обращайся. Слито игра стопроцентная. Как так? Так, как так? Как так вообще? Я не могу это не написать. Просто. Сложно забрать Рошана было. Надо три файта слить. Пусть сносят. Ребят, ну вот... Ну, Рошан, полхп стоит около пяти минут. Ну, неужели не найдется времени, чтобы пойти и закончить игру? Просто забрать Рошана. Ну, нет, надо идти вот здесь в бэкдор лупить товара. Вот. Дебил. Главный дебил. Хоть он его и что-то нафармил, но за счет стаков. Моих стаков, которые я ему делал. Но, типа, мозга, понимаете, если... Если у Кора нету мозга, то это ГГ. Это ГГ. Если у Кора нету мозга, это ГГ. Серьезно. А у Кора у нашего мозга нету. И мы проиграли эту игру. Мы эту игру проиграли. Мы эту игру проиграли. Почему вы на саппортах? Вот пишет начинает, что... Не имейте вижена никогда. Тупой даун. Всю игру ставится вижен. Я стараюсь максимально все делать. Но кому какое дело. Кому какое дело. Вы заслужили. Вот понимаете, вот в чем смысл. Чел овер тупой. Просто заслужили слить. Ну вот просто... Ноль вижена, ноль вижена. Я просто тут один пытаюсь что-то закинуть. Меня нету, они идут драться просто. Лох на алхимике тут серьезно. Тут серьезно просто лох на алхимике. Ты слабый. Просто я напишу ему, ты слабый. Потому что я ничего не понимаю. Ну пугна, да, пугна, ничего не покупает. Я соло пытаюсь что-то сделать, но а то алхо. Просто дауненок. Ладно, я не буду ему объяснять, что где он и не прав. Просто язык длинный. У пацана мозга нету, рук нету. Ребят, ну просто где логика? Ну можем забрать Рошана. Ну пойти закончить игру. Он нас ведет по Т3, будучи не имея макро понимания игры. И соответственно хочет он так выиграть. Я не понимаю, как... Я куплю еще дасты, просто это невозможно. Никто ничего не покупает. У меня просто забиты два слота. Меня бесят такие игры. Я поэтому и не саппорчу. Таким дебилом саппортить просто... Ну макро игры у него нет. Он не понимает эту макро игру. Макро игру не понимает. Зато он может написать. Ти бис лиль, тись лильби. И я тебе говорили бить или в альби. То есть, ну, безмозглый. Просто безмозглый алхимик. И вот сейчас тролль просто уже будет пинать по карте, по всей. Понимаете? То есть, как бы... Дело такое, что... Ну, я должен бежать там просто еще дасты нажать. Еще дасты нажать. Есть. Далеко я был. Не успевал. Дасты нажимает там нормально, качественно. Надо заваргиться. Хорошо. Я с огром разминулся. Так, прикольно. Хорошо. Ребят, хочу выйти. Все же выгоним, я не знаю. Это просто... Трошара какая-то. Тяжело с таким алхимиком выиграть, который считает, что он... Из-за того, что он типа нафармил, считает, что он оверсильный игрок. Это неправильно. Саппортить вот таким очень не хочется, ребят. Серьезно. Я так думаю, две игры на руфе будет. Я покажу, скорее всего, эту игру. Ну, с этим дебилом на алхимике. Который... Соображает, что нужно делать. Что вы делаете? Что вы делаете? Как же сложно, наверное, просто бить тавер. Нужно обязательно. Хорошо достал дастами. А без прыжка. Жалко, что не я добил. Ну, я на карте не видел, походу. Видимо, на карте. О боже, там агоним, актарин. Пол актарина просто. Смотрите. Будем добивать. Тамбов. Ливинг даю. Стан захожу. Ой, стан. Ребят, ну байбэк. Нужно уходить. Если постараюсь подсейвить. Не достаю. КД ливинг. Ну, я не знаю. Не хочу тут драться, честно. Так, нагло. Го. Есу. Шишку сюда. Боже, как-то подрались. Но наш файт. Агоним себе буду делать. Ну, и тем не менее, смотрите, что у нас вышло. Ой, боже, как мы это выигрываем еще? Я не понимаю. Я не понимаю, как мы это выигрываем. Угна, братан, ты умираешь. Даю. Мором. Все, я ухожу отсюда. Все, ел. Бэкэм, так сказать. Побежали побыстрее вдоль деревьев. За вардим сейчас. И глазочки начнем ставить наши волшебные. Сюда погнали. Окей, вот сюда. Раз в 25 секунд. Будем ставить теперь один, так сказать, вардик. Сюда гулки ставим. Хейст, это хорошо. Ау-ау-ау. Ууу, прям, прям из души у него лезет. Ууу. Чтобы вы понимали. Уу, за мной ходит что ли? Как ты меня увидел тут? Эээээй, ты мое дерево срубил. Он меня сейчас сплэшем убьет. кто там алчемист я нету детекшена на него я нету ничего просто на него я виноват конечно же зомби тут ходит страшно очень-очень страшно вырубай ставь пожалуйста съехала хорошо гоу на б ребят считаю что нужно уйти на б надо дефицит учись надо будет дефицит сейчас каус мака так шин смака detection алхимик у нас срывается дается там онлайн detection а соответственно нет я очень далеко так что нет я очень далеко и не достаю сожалению он рошан есть гол у рошана почему нет там сняли до варма печалька печалька а тут троллямба у нас до кушай ушайте я пока стою по стороне у ее и саппортить конечно это страшно ребят страшное дело саппортить летит прямо оруж станет рошана отлично но я зоне пацану томба плевать но убейте бейте бейте стик выложили до а его лежит кошечки ну может возьмешь такие на спектре на своей додумался таки отлично ну надо так вот и вот так вот чтобы дэмош вносился хотя бы вот этого пацана зачем ему астрала и ну ладно пойдет алхимик без байбек только умер у нас и из умер в этот боже он по 10 сил и стягивает это очень много просто на развороте хорошо хорошо ребят это хорошо топ у них пушится вот так вот делаем и скорее всего постараемся вакторин уйти я не знаю вакторин в принципе все пока что хорошо медлайн у нас стоит у нас все стороны стоят у нас все хорошо алхимик только теряет свою силу со временем это плохо стыщен глаз соколи вот так вот поехал и дальше так но вот там товар я потерял прогулял лично есть у меня ультимативная в драке я постарался поставить глаз чтобы нанести дэмэдж с ультимативной хоть какой-то если и далее будем пытаться потеть ребят отхиливаем ласта вора у меня становится очень мало ребят слотов именно конкретно гоу везде будем ставить глазки чтобы вся карта была раскрыта мало слотов у меня становится к сожалению нужно иметь детекшн какой-то опсы варды вот это все дело надо надо вот это все дело хорошо ехали так вот делаем но у меня не надо сигналит брата я на тревелах прилечу все хорошо у меня кажется тут вард стоит а химик сейчас сольет этот файт походу начинается какая-то непонятная драка на самом деле алхимика ловит ару ну да даю рут пытаясь максимально засейвить его даю какой-то детекшн я не знаю просто не файта какашка какая-то мягко говоря алхимик еще живой огора тут поймали вот тут вардик вот такой поставим чтобы видеть его хорошо но мне кажется я тут засолировал насчет пацанов сэйвим жопу уже ну как же тяжело выиграть ребят с такими корами очень тяжело ребят честно вам скажу просто оверт тяжело боже он по 10 силы просто по 10 силы пацан тырит у нас просто я не знаю по 10 силы парень крадет на зомби я не знаю как они проигрывают как они прыгают но это сила спектры плюс алхимика лайт гейминге это саппортство мощное хорошо а бот там лучше запушить будет я ним конечно своего не оправдал но позднее позднее уже игра так сказать и в принципе я считаю что я сделал максимально возможность чтобы победить фейл был на сильный на рошане потому что ну не удалось к успеху паша пацан шел как бы печалька ребят честно скажу печаль по другому тут никак не назвать я пытался забрать но увидите как не повезло не фортанул сбивается на заигр закидается нас пугна под тэшку на пушке просто закончим эту игру и все и гг все но такая ребят катка и скорее всего сейчас будет еще одна катка но на коре или возможно это будет вторая потому что это сапкат как никак ничего особо интересно но игра интересна тем что алхимик считает что он очень сильный игрок и что там лохи нету вижу на всю игру старался ставить vision потому что ну вообще в принципе я один его ставил пугна в принципе видел ставил палку все больше ничего не делал ребят поехали next так ребят в этой катке я пойду тупо банально кор 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 будем передамаживать это смешно ребят на руфа руф на самом деле не предназначен для игры в коре потому что у него все скиллы допустим сравнение с тем же леориком у нас нет никакого крита нет никакого вампиризма у нас есть под сей вовы такие спелы допустим инвиз там 2 3 чтобы там поддамаживать замедлить ребят сорян спешу обязательно надо мне в пм написать братан не души хрошите чсвшные подписчики ладно чсвшный азиаса сказал ребят начинается нас игра пишем игнор алл сразу чтоб меня никто не беспокоил у нас они чего пока нынче страшно будем сейчас сейчас пытаться забирать руну я не знаю тут окр должен спускаться с хэйграунда но спустись там будет хук да будет хук или нет так начинает там убивать хускаром там будет бара разбег давать добей ты его и на пудже этого чела угол экспу хотя бы получим что только щас додумался он схава деревце нему так ребят ну и что ж у нас тут инвокер на миде с нуликом ульталисманович жаль руну не забрал хорошо вот так у нас нету армора поэтому будет очень больно топорик будет помогать нам ласт хитит а то ласт хитит так тяжело на руфе ребята я просто не знаю овер тяжело прям пол хп крипу сносит боже как я не добил но вот есть у руфа погрешность в анимации в анимации дэмэджа вот я именно она очень такая тяжелая то есть нужно и нужно ее выждать и играть жирательно желательно ласт хитит даже через shift то есть вот так как делает ахмед то есть раз и сразу там допустим отойти то есть но чтобы что что я сейчас несу да то есть как это поможет ласт хитит то есть но после каждой тычки чтобы отходить в сторону но тут как бы такое так ну очень сильный инвокер попался на миде не дает ни одного крипа понимающий стак спидом у нас тоже ребят балалай на руфе но тут мы тупо в кора поэтому нам абсолютно плевать у нас будет море атак спида будет очень много жизненных ситуаций очень сильно по монопулу конечно проседает данный персонаж сейчас возьмем сапожек и без без рожек и ножек как говорит сапожек без розыка без рожек и ножек хорошо набиваем под ливинг армором будем постоянно бегать потому что тут инвокер затрачивает может может принципе сейчас попытаться убить инвокер сильный там то сразу видно очень сильный инвокер go сходим на руну хил я не буду из-за того так вот я понял я тебя услышал найс спасибо за то что ману завязал ах божечки божечки забывая постоянно что в с меня всегда играют баратрум и баратрум это как правило беготня вот это юслес на пытается убивать так вот сделаем жаль у меня нету сейчас орбы и 2 спала я бы убил бы инвокер кого немного подеремся на просто 100 даймоджа с руки просто ны а и все забыл забыл себе про баратрум а вон он уже прибежал опять у баратрума все хорошо но пока линия под запушена я лучше пробегусь ребят пробегусь посмотрим что за руна о отличная руна 300 хит-поинтов у инвока не пойду я туда сами убивайте мне нужно припустить мидера нужно припустить мидера но не очень удобная позиция для того чтобы припускать его ну ждем пока ждем этих крипов печалька ну под тавер идти чтобы убивать инвокера это на самом деле такое ребят трэш он хочет уйти тут сам подраться отходим сюда отлично загрызли так сказать ну и ливинг армор пошел у нас ребят не знаю может ладно фиг с ним ничего не может бежит уже бежит уже ну гол подеремся гол чё чё ты отходишь прикольный баратрум прикольный баратрум надо ласт хитить ребят качественно как это делаю я ни хрена не могу добить никого хорошо 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 ла 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 так отлично есть у нас ливинг армор гол подзахилим ся османа у нас конечно проблемы понимающие маны вардит молодец сильно играешь можно мне мою куру сибаре река ур ну талисман скаю он бы там ему не помог в такой ситуации загулявший так сказать эх ты на инвокере дрочит меня дрочит 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 ну гоу я тебе тоже под затрачу немножко молодец сильно играешь на развороте мне в принципе плевать у меня ливинг армор висит но ласт остался заряд я так чувствую по ливингу хорошо я третий вкачал хорошо 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 он немного побьем пацана все отходим он знает пользуется товаром преимуществом товара ого го его нафига теперь гаупа бычим немножко тоже гаупа бычим гаупа бычим гаупа бычим гаупа бычим хорошо переиграно так сказать а понял понял ну вы поняли да до чего рув в коре доводит а зато как играл то как вардики ставил то вот понимаете это напоминает алхимика с прошлой игры и все легкие а я сильнее я сильнее смотрите на мои слоты а мозгов то нету такими слотами пользоваться понимаете понимаете как это работает так это работает так это работает ребят иду через медас приходит приходит тут у нас на мид свап ес пришел с нами тут что ты хочешь от меня ой 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 как сильно как больно ах ты скотина хукай его хукай его братан хорошо тоже хилимся а вот она чудеса на виражах даю армор все дали спин какие то чудеса на виражах хорошо есть вот эта кнопка а если в принципе еще чуть подождем то можно и а так сделать так хорошо скувратх пришел ребят ну будет под затянута игра походу найс сейчас бы под ливин кармор кидать санстрайки плюс крипы стоят тут рядом подфармливаем и есть у нас медас отойдем в лесочек кинем медасиуса ару в коре так сказать рофл потому что айтемы не являются должными на данном персонаже которые ну ой айтемы способности на данном персонаже не являются кор способностями поэтому не вижу смысла собирать его в каразийку каразийку так ну отвел еще дополнительно найс некстом пойдем в скорейся либо в радиенс но овер долго фармить посмотрим конечно что у нас получится что у нас получится и главное фармить 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 еще раз фармить не терять ману в принципе душить душить веса нету маны если чуть подниму монопул свой я готов кидаем шишку кидаем 3 и будем пытаться тут добивать хочу сказать но не дают не дают за килинг спре скай берет килинг спрей спокойно загулял под тавр ничего вообще абсолютно мне не нанеслось это значит что это классно это круто но тут походу вообще изи катка будет вообще изи катка но это кор катка локер левает будем лупить леорика все три маны взял все три маны очень быстро скинули мне просто то крипы то это можно сделать файзы ребят если хотите быстрый стрейф что там на какой-то фай хороший хукшот будет кушать их не дают забрать к сожалению так но у меня нету нету маны я не хочу чтоб на меня прыгали у него там шестой левел а странно почему он не на меня прыгнул вау ладно побью просто с руки загнобили хорошо все отходим есть 1600 на кармане аркана гоу юзай аркан мана 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 юзай братан все nice excellent у нас еще джаггернаут в коре тоже имеется и такое такое дайте мне мои законных крипов хорошо хорошо 1800 есть еще 2000 бары на меня побежал бары на меня бежит бары на меня бежит бары на меня бежит есть стыд афкшит или нет или показалась иконка просто заморгала дайте добить крипа но вот неповоротливый хитбокс самый самый большой хитбокс в мире у руфа так но если он еще тоже сейчас ливнет это вообще неинтересно будет потому что мы и так в принципе обосываем и нормально у нас все в принципе хорошо добиваем 2400 есть каждый крипиус главен главный каждый крипиус хорошо хотелось бы игру такую с каким-нибудь камбэком насосом а потом камбэком но тут видимо в одну калитку будет там рез а не реза не ожидается печалька печалька барана топе решил пофармить там подписчик на леорике играет залетел такой а сейчас я тебе а здесь на качбу и слабил и в итоге товарищ проснитесь вы обосрались 2900 на кармане вебмани кто там бежит ой 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 там на скале барана медиа барабара на медиа кстати страшный сон баратрума это как я уже говорил это ливен кармор тут безусловно каждый меня поддержит фрайш майт но нету нету юсуф там умер юсуф 91 91 года юсуфчик у нас умирает и к сожалению тут ничего не поделать ничего не поделать ребят но фармем 3 200 на кармане это хорошо еще скоро медасик закинем стандартный тайминг радиенса в принципе 17 минута будет примерно если без файтов 3 400 есть можно еще монеточку можно уже курицу не спеша отправить да монетка будет на топе можно курицу отправить не спеша на топ соответственно заберем на меди крипов и уже будет у нас сакры д там дальше медасик откатится еще медан закинет но тут надо ультовать подходить крипом уходить в инвиз все уходим отсюда легко в принципе заэскепиться на данном персонаже ребят как видите в принципе нажали просто ультимейт зашли в инвиз ливен кармурович и все подхиливаем себе жопу ну медас 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 надо закинуть ребят потому что нас там осталось копейки до сакры да все есть сакры хорошо тренинг ну да как я и сказал на 17 минуте вот ганг вышли пацаны оторвали от фарма я считаю нужным сходить на базу но можно в принципе а там он сказать не убежит его там армлет походу будет камебутск ребят камебутск камебутска это хорошо в лейтгейминге будем рассказывать пацанам как больно бьет руф а руф очень больно бьет смотрите на его демошность данной стадии игры 11 левел 122 урона это очень очень много очень так но я щас тут еще одного стака замучу ну зря ты это братан ты зря ты это делаешь там тебе даже ливен кармор там не поможет хорошо дальше формируем что ты мне кликаешь сейчас написано что ты мне кликаешь мне аж интересно что он хочет от меня давай что давай что давать три а я что не дал или что я так и знал что он про третий спелл но он не знает что этот спелл сразу же этот спелл сразу же сбивается если там хускар настакивает так надо вот этих слабеньких убить и ливен кармор кинуть на себя что под зарегенится хоть чуть-чуть хорошо почти радик есть с рогенцам можно тупо бегать в инвизи как дурачок и запиливать но это страта такая знаете две тысячи года страта 2005 спс тоже хорошо продолжаем наши веселые файтинги ну 16 минута в принципе на минуту раньше сделаю радиенс в принципе стандарт стандарт 17 минута радиенс это стандарт чуть раньше сделал стандарт видос радик с такого фарма в принципе все уехала возьмем сейчас пробежимся на базу возьмем извиняюсь возьмем по фану по фану возьмем чаще возьмем по фану сделаем догерок там чонтиги молнии кираса пойдем такое ну там принципе играть то есть некого леорик там один хуск чего-то там и все надо пойти подраться просто окончательно загнобить их он пуш сам себе тоже сбивать над бласкаю давать знаю почему я не скаю дал странно весну на самом деле не неправильно сделал честно скажу неправильно сделал в наглустым фармем нечего бояться даст и есть даст и есть даст и есть даст и есть ребятки даст и нажал все хорошо рубим вот это дерево и поехала сейчас так ним хорошо вот так вот go let's go отлично отлично на 83 карте я бы собрал бы ему адмус просто паров потому что это реально прикольно начинает очень быстро бить очень быстро перемещаться но 85 конечно адмус является нормальным артефактом гоу ребят повысимся немного момент спит и пробежимся на мидлейн душе 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 просто я очень быстрый все ну все ману правда всадил ребят страшно хорошо побежали побежали на низ крипчиков очень много хорошо хорошо когда момент спит добавляет просто покайф просто кайфуешь просто кайфуем на руфе мы сегодня кайфуем если травела еще сделать еще 522 моспита будет просто перфект перфект вот так будет звучать так где мой руф почему так далеко рубим тут деревце забираем этих крипиев хорошо отходим 2400 на кармане молнии хочу сделать ребят с молниями так вот сделаем пацану ой там догон в ливен кармурович залетел хорошо просто тупо фармим ломаем фармим ес с даггером кто там у нас по лоу хп вот этому пацану гоу хорошо заберем тут тавер даже не тавер крипов заберем уйдем локер лоу хп там лоу хп ливнувший извините ливнул из за того что я его в миде два раза убил о осудить его три тысячи голды если бы у вас был выбор собрать аганим актарин или собрать много дэмэджа чтобы вы собрали много дэмэджа или аганим актарин как думаете как думаете что бы вы собрали конкретно я даже не знаю я бы скорее всего имба варды где а а а а а а а а где твои имба варды спрашивает понимающий хорошо бегим бегим бегом бегу просто я стоял под ластхи чего серьезно тут не скрою просто стоял под масте чего есть тут просто напишу напишут ластом пф напишут пушаем напишут фф леорик гауль йорика побежали побыстрее и веришь ты его щас хукать туда наверху лишь кушает сладенько так мы не останнике дай покинем кидаю кидаю потом горит где мой ливень корморби я тебе рот бима тальби вот такое вот это дело такое вот дело но путь заслужил смерть или чисто паров отвечаю просто паров ничего ничего вообще плохого не подумайте просто ров вот только все прошлая катка у меня прям нервная было саппортинге очень напряженно стоять вот эта система саппортить дурочку на алхимике который считает что он оверсильный 2 700 на кармане молнии еще сделала можно 1 из 9 прыгать ой кто-то звонит как же не вовремя я не буду отвечать я не буду отвечать кому я нужен есть есть у нас молнии и линии 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 меня нету поставь падла уставать сейчас ребята отвлекаться можно конд бенд делать конд бенд есть дело такое вот и кто так настырно прям звонит огурки на лучше пуджу не буду кидать позже шиш так долго звонишь то кто там звонит просто вот ну до последнего не отвечают значит блин ну перезвонит человек нет надо до конца настырных я не буду отвечать так вот руфиков оставляем с радиенцем все можно принципе уже на голду кидать и не на экспу медас и все хорошо есть молнии можно сейчас за рут убивать успею тут перебежать данной схватает рейнджа три тычки понимаю три тычки лего реку как он говорит но я не знаю в коре ребят скучно если честно в коре вообще овер скучно но тут такая игра просто еще и у ребят перебежим вот сюда инвокер это лох полы ливнувшие извините слил кнопки хорошо буду драться как мужчина эх мужчина не победил мужчин не победил но один фраг у меня тоже забрали укатился на пудже фраг один фраг один укатился на пудже да такое конечно ну если фас финиш написали было бы конечно уже понятнее тут по игре скучно ребят игра тут дефолтная скучная игра на руфе который ломает я даже не знаю смысл ее вставлять будет если будет какой-то камбэк что-то камбэк над как-то так ставится на 102 арта должен топориком сбивать умеет ли нажал сейчас на свой же вард сука и и респаун будет будет кушать будут станы умрет тут вообще хп видно не было жесть конечно джаггер тем временем формирует джаггера все хорошо там кто-то был на этапом волки были гребаные волки гребаные волки вот так вот ребята так сделаем поддержка с воздухом атак спида хватает демиджа хватает просто пойду заканчивать игру эту заканчивать есть эта кнопка хускара конечно тяжело передамажить пара тру иди сюда человек яйца человек яйца человек яйца посреди как ему больно человек яйц по человек яйц по яйц по человек яйц по боже дебил на здесь понимаю щенов бару просто барум 288 хочу здесь пройти можно вот это дерево срубить погнали если уве и вижу если если хорошо пускаром пускаром пускар эх такое не дали вот это пацана гол и меня стана дает на мой подписчик сразу видно сразу видно мой подписчик о барум бежит даем корневые культуры и стою вас кичу как молодец стилбер хорошо ох что-то здесь стилбер ой какой сам страйк страшно хорошо не зря трэвэлла взял не жалею серьезно трэвэлла очень мобильный предмет который позволяет позволяет как-то пофаново по карте перебираться пофаново один из самых серьезных серьезных артефактов доте я называю его пофаново да передвигаться лол ой дурак ой дурак ой дурак а здесь и хорошо хорошо забираем на миде убивают у нас таки там на из хорошо есть шансы на камбэк из какой нить кираса еще до куча чтобы просто или типа моншар чтобы быстрее бить побежали запилятся пацаны тяжело направлять такая механика вот этих деревьев специально сделано так чтобы именно четко 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 про микро и не замечали такую тему хорошо молнии можно сегодня увидеть спасибо молнии тоже на лево реки собрались у нас пускай разбивает вард но подеремся ребят начинается файт убежали убивает у нас изи баратрома закидаться станутся от лево река по огру ставится сайланс ну лево река я запилю тут даю рут блады муил сейвим себе жопу потом вылазим и деремся и добивает молодец ну я сайвил себе жопу безусловно ребят ну я готов какой нибудь керасе или какого нибудь дэмэнджа страшном я хуска реально бессмертный такой персонаж сам по себе 6000 голды на кармане ну руф на больно бьет больно бьет больно ребят галки раз раз подписчик 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 Так, я готов. Сейчас еще какой-нибудь крит. Давайте крит просто. Вах, тысяч, тысяч, тысяч. Типил, да? Ладно. Надо саппортить, ребят, более нервно, потому что игру чувствуешь совсем по-другому. Начинается у нас там файт. Огра пытается загэнгбэнгать. 5x мультикасс, 1400 хитпоинтов улетели. Даймедас, заходим в инвиз, побежали. А там лёрика нету. Там от лёрика осталось просто кучка костей. 500 крит. Побежали. ЕСа бы какого-нибудь. ЕСа вообще по кайфу. Ребят, можно сдать башер сделать там. Вариация по сбору очень... Серьезно. Это выглядит очень серьезно. Побежали дальше. Баратрум. 228. О, хускориды повышенные. С дизармом. Боятся левориков. Ой, левориков. Руфов. Я бегу. У меня 522 просто. Проверять, так сказать. Проверяйте. Баратрум. Ну, вон Баратрум побежал. Сюда. Сюда. Ну, я прочитал его. Ну, вы. Надо теперь добежать. И... И... И запинать. Ай, лол. Ай, лол. Замедление главное дал. Там догоню. Гол, 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 гол. Полно тут изи. Ну, вообще, что-то в коре. Будет метеорит. Да, одну тычку, да. Братан. Семности. Настил. Ладно, я сам тоже много застелил в этой катке. Гол, заканчивать. Ну, Руф в коре, ребят, на перефарме. Да, можно собрать его в принципе в коре, но... Его смысл это саппортить. Если есть кор, который очень хорошо чувствует игру, вы можете смело ему засаппортить. И это будет, в принципе, изи плюс 150 поинтов на ваш счетчик ПТСов, ребят. Поэтому... Поэтому, ребят, я считаю, что... Ну, как саппорт, этот персонаж чисто мощь. А как кор тоже не менее сильный, но... Вернее, не менее, как вы знаете. Ну да, не менее сильный, но... В саппорте все же его лучше чувствовать. Ну, видеть лучше в саппорте его, нежели чем видеть его в коре. Серьезно, ребят. Сугубо мое мнение, потому что... Потому что, ну, блин, я не знаю. Кор... Кор... У нас Кор есть. То есть у него способности не такие, допустим, как у Леорика. Как у Джаги, там, Криты, там, Хилл Итал. Тоже такое, знаете. Но я буду биться как мужчина. Биться как мужчина. Вот, вытягивает. Бью, бью, Шапалахи. Шапалахи посильнее, чем У Тини. Но У Тини тоже хороший Шапалахи. Кусок деревянного. Всполняем все ману. Хорошо. Ну, ГГшка, ГГшка. Просто изи. Изи ГГ. Переиграно просто. ГГ, ребят, вот такие вот катки на Руфи. Я не знаю, понравится вам или нет. Если честно, катка... А катка именно в Коре мне не очень понравилась. А именно катка в саппорте, честно, напряженная. Лишнего написал, что 4 дурачка в команде. Ну, там реально, действительно, ребят. По игре, те, кто шарит, те поймут, что там реально. Ну, пойти Рошана, банально забрать Рошана и зайти на хэгграунд. Нет, надо усложнить. Надо пойти, стоять, долбить в бэкдор. И, в принципе, проиграть игру. Ребят, в общем, смотрите, оценивайте. Пишите, чего не хватает. Понятно ли вам что да как. И, в принципе, вот такой вот гайд. Я надеюсь, ребят, вам понравится. Кому понравится, обязательно поставьте лайк, ребят. Проявите активность. Напишите какой-нибудь добрый комментарий, чтобы я серьезно, ну, понимал, что есть с вашей стороны хорошая поддержка. В принципе, достаточно ваших просмотров и лайков, и просто по кайфу. Ну, а те, кто просто новенький на канале, ребят, добро пожаловать. Гайды на все 112 персонажей. Написал уже около 30, по-моему, это 33 уже гайд или 34, я точно не помню. Но дальше лучше. Дальше лучше, ребят. В общем, все. Спасибо всем. Подписывайтесь на канал. С вами был Азиас. И до скорого.